Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья. Как и обещали, сегодня мы расскажем о весенних работах в саду. Эту тему не пропустил, наверное, ни один блогер. И мы решили не быть исключением. Пунктов немного, но все важные и от них никуда не деться. Начнем с уже набившего всем оскомину снега. Тает он со страшной силой, но помочь ему в этом не помешает. Убирать его совсем не надо, ну разве только с воздушных укрытий. А вот пройтись с лопатой, лопаткой или даже, возможно, с вилами по участку и немного его потормошить, а кое-где проколоть там, где он лежит большим сугробом и покрылся ледяной коркой, не будет лишним. Это ускорит процесс таяния и позволит избежать выпривания растений. Второй пункт. Если вы давно занимаетесь огородничеством, то и без меня знаете, как ускорить процесс оттаивания грядок. А вот если только начинаете, то вам будет интересен и полезен у нас следующий совет. Застелите ваши грядки черным геотекстилем. Под ним земля быстрее растает и лучше прогреется. Многие эту процедуру делают осенью, а не весной. Ну, кому как нравится. Третий совет. Если сильные морозы уже посади, но сад еще спит и почки еще не набухли, то самое время взять в руки секатор и приступить к весенней обрезке сада. Мысленное растение в саду разделите на три категории. Первое – плодово-ягодные. Второе – декоративные кустарники и деревья. И третье – хвойные растения. Начните с плодовых. Именно на них ложится самая большая нагрузка. От них ждут не только цветов и зеленых листьев, но и больших, вкусных и красивых плодов. Поэтому вполне логично, что обрезка произойдет до того, как растение потратит свой запас энергии на старт и активный рост. Следующие на очереди стоят декоративные деревья и кустарники. На них нагрузка несколько меньше, но омолаживающую обрезку, когда вырезаются старые ветки, лучше провести до появления молодых листочков. А вот формовочная зависит от того, на каких побегах цветет растение. Если кустарник цветет весной или в начале лета, то сразу после цветения. А вот если цветение приходится на вторую половину лета, то можно в апреле, мае или даже начало июля. Ну и хвойные. Вот кто по-настоящему лентяй и никогда не напрягается. Посудите сами. Хвойные настолько хитренькие, что даже листья на зиму не сбрасывают. Поэтому хвойные стригут почти в любое время. Но наибольший эффект можно получить в период активной вегетации. Я не буду долго задерживаться на этом вопросе. Во-первых, на канале есть сюжеты об обрезке плодового сада и стрижке хвойных. Во-вторых, исходя из фотоматериала, которые вы присылаете, назрела необходимость снять отдельный сюжет о том, что такое срез на почку и на кольцо. Татьяна и Александра, я думаю, внесут ясность в этот вопрос. А я в ближайшее время снова подниму вопрос о замазывании ран и о том, что делать с самхом или шайником на деревьях. А мы переходим к следующему пункту. Еще один пункт в обязательной программе – это обработка растений от вредителей и болезней. Большая часть препаратов начинает работать, когда среднесуточная температура где-то уже выше плюс 12-14. Но для нас с вами это уже поздновато. В этот период, кроме наших с вами посадок, проснулись и нежелательные грибы, а также вредные насекомые. Поэтому хотелось бы начать немного пораньше. Самые первые обработки начинаются, когда среднесуточная температура будет где-то плюс 5. Первую обработку мы делаем от вредителей. В это время уже работают два препарата – профилактин или актелик. Кто-то называет его актелик. Как правильно ставить удобрение, я, к сожалению, не нашла. Что вы будете использовать и решать вам. Но напоминаю, что профилактин используют только на лиственных растениях и до появления зеленых листочков. А вот для актелика таких ограничений нет. Но актелик сейчас пропал из розничных сетей. Его можно купить только через интернет или в компаниях, которые занимаются профессиональной химией. А вот профилактином завалены все полки магазинов. И по эффективности мне в этот период больше нравится именно профилактин. Он не смывается водой, и у него более большой период действия. Но хвойные, увы, остаются без внимания. В этом плане актелик хорош. Но в раствор с актеликом неплохо бы добавить какой-нибудь прилипатель. Ну, например, липосан. Или на худой конец зеленое мыло. Это позволит препарату не быть смытым водой и унесенным ветром. Через 5-7 дней ваш сад ждет вторая обработка. Меди содержащими препаратами. Оптимально используют медный купорос или бордосскую жидкость. Опять же, есть нюанс с дозировкой. 1% для хвойных и 3-5% для лиственных. Если почка уже раскрылась, то точно 3%. И можно довести до 5%, если растение еще в состоянии покоя. Как правило, все эти процедуры делают с конца марта по середину апреля. Когда снег все еще лежит у вас на участке. Но уже понятно, что весна окончательно заняла свои позиции. Это потом вы будете чистить цветники, прочесывать и прокалывать газон и удобрять ваши растения. А пока... А пока обрезка и опрыскивание. С весной вас! И с началом дачного сезона!